Сегодня в гостях у вас главный тренер команды Юлиус Шуплер и команда «Локомотив», хозяева «Том Роу». Пожалуйста, первое слово, Юла. Я поздравляю Тома с победой. Я думаю, что эта игра была с нашей стороны хорошей. Жалко результаты. Мы дали в третьем периоде нашими лишними двум ошибками в обороне, которые пропустили два гола. Создали много головных моментов, не забыли. Но это в этом плане наш минус, на котором должны работать. Я сказал ребятам после игры, что жалко уже очередное поражение, один гол. Но надо поднять голову и работать дальше. Спасибо вам. Том, оценка встречи. Мы знали, что нам сегодня предстоит сложная игра, что у наших соперников много хороших игроков. Мы много обсуждали сегодняшнего нашего соперника. И, в принципе, сыграли неплохо. Что-то у нас получилось, но что-то нужно доработать еще. Перед третьим периодом мы вспомнили предыдущую игру. Перед этим периодом был подобный результат. И решили с ребятами, что мы должны играть свою игру, придерживаться нашего плана и просто использовать свои моменты, что у нас и получилось. Спасибо. Спасибо. И, пожалуйста, ваши вопросы. Переходим. Задаем вопрос. Да. Том, за три игры звено Анисимова не забросило ни одной шеи. Почему используете Анисимова именно струневым и сплотниковым? Какие-то изменения внутри этого звена возможны в ближайшее время? Безисимов. Анисимов не забросил ни одного. Why do you use this guy with his two partners? Или может, вы должны быть ущемки. Но, I mean, everybody wants to score goals. Но, you know, there are roles on every team where we ask guys to go out and be good checkers, establish four-check, play physical, and wear down the other line. That was the plan tonight. We knew Ponikarovsky and Fedotenko were big, strong guys, and we didn't want to let them get going. So, even though they didn't score goals, Несмотря на то, что звено не забивает, я не вижу в этом ничего страшного. Все ребята хотят забить и требуется какое-то время, чтобы они сыгрались. Но они показывают неплохой хоккей, хорошо играют физически. И я думаю, что результат придет. Спасибо. Ваш? Пан Шуплер, приезд трех НХЛовцев. Насколько сказалось на команде, удалось ли им уже адаптироваться в Донбассе? Ну, смотрите, мы играли первую игру, это была вторая игра. И перелет был только где-то три дня назад. Это очень тяжело вернуться на это время. Ну, я считаю, что они очень нам помогут. И их мастерство и опыт очень важно для нас. Потому что есть моменты в играх, которые надо немножко дать цел и направление, и работать как бы на обстановке в команде. Это я считаю, что они нам сильно помогут. Спасибо. Еще вопрос? Да, Сергей, у вас. Том, вопрос вам. В общем-то, вялое начало игры было. И где-то минут 10 первого периода в офиске, как бы, было фигурное катание, так скажем. Во втором периоде тоже была неспешная игра, что было на руку сопернику, и они прибавили в скорости. Но в третьем мы их разбудили, очевидно. Поэтому сейчас добились результаты. В чем дело? Вторую игру начинает команда вялое. Неагрессивно. Спасибо. Я не обеспокоен этим обстоятельствам. К каждую игру мы просим ребят готовиться морально и физически на максимуме. И я чувствую их самоотдачу. И мы играем сейчас в серию игр через день. И не стоит забывать, что наши соперники – это тоже непростые команды. Что у них тоже много хороших игроков. И нам тоже нужно время, чтобы постепенно сыграться и выйти на максимум. На свой максимум. Но я вижу и чувствую самоотдачу от ребят. И поэтому думаю, что все будет хорошо со временем. Спасибо. Виктор Козлов говорили, что уже тренируется в общей группе. Насколько он готов, когда можно ожидать его появления. И про Роману Ледучин. Естественный вопрос. Человек уже до второй матч не будет. А там есть полицы? Виктор Козлов миллоувь. Казятель Павел. Викторской перемен. Викторской предded finally ging. Виктора и Козловной. Я подс 형overs Voy transmitлせ. Викторской тюриции. Но он не будет справиться. В unin cloud-ин已 должно быть охотра. Что касается Виктора, то я надеюсь, что он должен сыграть на выезде, возможно, не в самой первой игре, но он отправится с нами, просто мы не хотели торопить события, потому что у него была серьезная травма, не хотели его потерять сразу же после травмы, поэтому сделали так, чтобы он постепенно вернулся обратно. Роман вернется в строй, но поймите, что сейчас между нашим игрокам и Лутичин, он будет вернуться в строй. С нашими нападающими большая конкуренция, и я доволен игрой молодых ребят, и я довольно суеверный в этом смысле человек, и если мы побеждаем, я не буду ничего менять. Спасибо. Ну, давайте последний вопрос. Сегодня, как и в матче с Динамо Пуся, в эпизоде с пропущенным колом, есть доля вины Максима Кондратьева. Насколько высок кредит доверия к этому хоккеисту? Не собираетесь ли попробовать Андрея Конева? Сегодня мы побежали, что вы не сможете, потому что вы не сможете вернуться в конкуренцию, потому что вы не сможете вернуться в конкуренция? I trust Max a lot. Players go through good stretches and bad stretches and I think as a coaching staff you've got to support guys, you've got to work with them and make sure they're staying on the same page as us. As long as the effort's there we're going to give everybody a chance and Max is a veteran player, knows this league he had a couple of bad stretches but there are some nights I have bad games as a coach so it's ebbs and flows in this business. I think that in hockey there are bad moments and bad moments, and that Condrati actually ошибся, it's not about him as a bad defender. I, as a trainer, I have to support the guys, inspire them, to do it so that between us were good relationships, to be in them. I believe in Max and also, I don't agree with the fact that other guys will get their chance and so on. We answered on all your questions. Please, thank you. До новых встреч.